привет ребята сегодня разберем такой насущный вопрос где шлак где металл вопрос волнует многих новичков надеюсь это видео поможет постараюсь детально показать что где на электродах основных электродах рутиловых у они и ок 46 поехали начнем с электродов с основным покрытием здесь виду шов на себя в нижнем положении вид как бы сверху видно как сварочная ванна довольно широкая и сзади крадется волна шлака если присмотреться можно увидеть как капельки стекают к шлаку к основному здесь расстояние довольно большое 6 10 миллиметров и различить даже новичку будет просто на этих электродах большая проблема их конечно зажечь электроды с основным покрытием но хорошо различим ванну также ведя электрод вертикальном положении видно как капельки шлака стремятся вниз под действием гравитации стекает даже если разводить то капельки как бы стекает вокруг сварочной ванны и стекает вниз присмотреться то видно вот стрелочками указано где волна шлака она как бы здесь легко различима потому как бы в этом видео не буду заострять внимание на электродах с основным покрытием больше уделю внимание проблемным электродам с рутиловым покрытием ну либо рутил целлюлозные основными здесь особо мучиться не приходится даже новичок поймёт где сварочная ванна где шлак если посмотреть на электроды с рутиловым покрытием также веду вертикальный шов видно как волна черненькая преследует сварочную ванну но если вглядеться вот точками показано где сама сам шлак и где сама ванночка с чистым металлом конечно она будет самом верху и шлак стекает вниз здесь виду электрод в нижнем положении на себя вид сверху видно как кипящая масса сзади пытается всегда догнать электрод кипит пытается забежать вперед но за счет силы дуги отхидывания создается такая волна и как бы отгруживает шлак в разные стороны здесь расстояние очень маленькая сам электрод тройка приближен очень близко но если присмотреться то эту волну шлака видно здесь расстояние до гребня волны где-то полтора миллиметра потому и сложно смотреться вот так близко в кипящий металл новичку и рассмотреть где шлак где металл шлак плавится равномерно с электрода и течет из-под электрода втекает в общую как бы реку в общую массу назад за счет как бы откидывания силы дуги поток электронов шлак стекает назад проблем с этим нет как бы важно всегда электродом делать какие-то шевеления откидывать его либо наклоном здесь виду без разводов просто наклонил электрод в одну нитку шлак набегает сзади то есть здесь он вряд ли как забежит здесь виду на себя также в нижнем положении хорошо видно как шлак такая темная волна на расстоянии полтора миллиметра от электрода в два миллиметра примерно полтора два пытается натечь на металл закрыть его в принципе эта функция и создана чтобы прикрывать металл от внешней среды если посмотреть сбоку то видно как металла примерно в два раза меньше по толщине этого шва и шлак пытается такой волной все это дело закрыть тут же выполняя как бы свою функцию защиты металл от внешней среды если вести электрод в углу то тоже можно увидеть этот гребень волны конечно сложнее чем в стыковых нижнем положении но все равно видно если вести электрод сверху вниз то шлак пытается догнать электрод и по как бы потушить его но за счет силы дуги дуга откидывает шлак выше нужно конечно прижимать электрод плотно к металлу чтобы шлак не протек по бокам или под электрод как видно если приглядеться спустите лицо ближе к сварочного не хотя бы сантиметров на 40 вглядеться в цвета и все спокойно можно различить надеюсь видео было полезным ставьте лайк пока